Спорная территория, в Госдуме заявили о незаконности выхода Армении из СССР, депутат Госдумы РФ Евгений Федоров фактически предъявил территориальные претензии Армении. Он заявил, что республика якобы незаконно вышла из состава СССР, при этом представитель страны-агрессора ссылался на международное право. Заявление Федорова распространило российское пропагандистское издание news.ru, передает диалог.юа. Армения не вышла из СССР, а значит, из России как правоприемника советского государства. По этой причине Москва и Ереван должны выстраивать дальнейшие отношения исходя из этого статуса. Это спорная территория, заявил Федоров. Риторика путинского режима в отношении Армении ужесточается на фоне ухудшения отношений между странами-союзницами. Начались проблемы еще в 2018 году, когда в результате революции в Армении был свергнут промосковский премьер, а на его место пришел оппозиционер Никол Пашинян. Однако точкой невозврата, пожалуй, стал 2020 год, когда Москва отказала Еревану в военной помощи в ходе конфликта за Карабах. Армения в этой войне понесла поражение и была вынуждена подписать капитуляцию. Отношения продолжают ухудшаться. Так, недавно Армения признала юрисдикцию Международного уголовного суда сразу же после того, как последний выписал ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина. Более того, Ереван официально подтвердил участие в 2023 совместных с НАТО военных учениях. Последнее вызвало особо острую реакцию путинского режима. Заявление Федорова о якобы незаконности выхода Армении из СССР прокомментировал журналист Александр Невзоров. Он уверен, что это не личная инициатива депутата. Не следует воспринимать такие заявления, как юродство и степ одиночки. Отнюдь. Это реальное содержание русского мозга. Это стандартные мысли генералов и писателей, артистов, лифтеров, депутатов и грузчиков. Эти мысли не просто живут в их черепах, но и постоянно сверлят их изнутри, провоцируя войны, пойни, геноциды и депортации, написал Невзоров в Телеграм. Читайте подробнее на сайте диалог.ua. Продолжение следует...